Приветствую вас. Методов, в принципе, много. Довольно. Это и когнитивная терапия, и психоанализ, и транзактный анализ, и коррекция поведения, коррекция установок, психокоррекция. Телесно-ориентированная терапия. Довольно много существует методов, отходов, направлений. Вы знаете, если говорить именно о методах, то мне кажется, что здесь важна личность. То есть важно не то, какими методами работают психологи, потому что методов много, зависит много от того, не как будут использованы методы, от того, как они будут предложены, захотите ли вы прислушаться, например, ну, допустим, прислушаться к кому-либо из экспертов, из специалистов или нет. Захотчет ли ваша жена прислушаться к кому-то из экспертов, да? Вот это, пожалуй, является самым главным моментом, ну, вот, как это мне видится, конечно. Значит, смотрите, что можно сказать. Вообще, в семейной терапии, ну, вообще, изначально всегда применяется транзактный анализ, да, то есть роли, эго-состояния, вот это, как правило, потому что основная проблема в том, она в том, что люди ведут себя друг с другом не как взрослые, да, наговаривают друг с другом не как взрослые, а как, значит, родители ребенка и ребенок. Находясь, по сути, в треугольнике Карпмана. Это, опять же, опять же, это такое эго-состояние, в котором находится человек, и в этом состоянии человек совершает определенные действия, совершает определенные поступки, может быть, даже зачастую не осознает, что он делает, не понимает, что им движет, не отдает себе в этом отсчета, но, тем не менее, тем не менее, это происходит. Это происходит, значит, ну, это происходит именно с ним. И это же мешает человеку действовать как-то адекватно, это мешает человеку действовать как-то, ну, правильно, да, конструктивно. Как-то, значит, треугольник Карпмана, это тоже частый метод, часто используемая техника, психологическое средство, для того, чтобы помогать сотрудничеству. Иногда используется и такое средство, как двойное перенаправление. То есть вот у вас постоянные ссоры, например, да, происходят они, как я понял, по четкому сценарию. Да, то есть вот она ведет себя как-то, вы ведете себя как-то, ну, как каким-то определенным образом вы себя ведете. И в итоге все это приводит к ссорам, да, все это приводит к определенным скандалам. Так вот, значит, метод двойного перенаправления, предложенный их аналитиками, представляет из себя осознанное движение по накатанной. То есть вы будете делать, в принципе, то же самое, да, то есть вы будете так же ссориться, вы будете так же вести себя, в принципе, но при этом вы будете четко осознавать, что вы будете это делать, вы будете прямо сидеть и планировать. что, вот, например, сейчас, да, я там пойду, сейчас я там что-то сделаю, потом я тебе что-то скажу, вот, и, в общем, ты мне ответишь, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть происходит такая полная осознанность в ссор и четкое понимание того, для чего это вообще делается, как бы зачем это нужно. Вот. Ага, значит, ну, я так, очень поверхностно, конечно, рассказал вам, как это работает, все. Значит, поймите, что вы взрослые люди, вашей жене в 38 лет, то есть как бы в психотерапии существует такое понятие, да, что оптимальный возраст это вот до 40, до 40 лет, потом уже, в общем-то, бытует мнение, что человек мало что особенно изменить себе. Вот. Не то, чтобы я активно с этим мнением соглашался, но, тем не менее, практика подтверждает, что людям действительно сложно перестраивать свое мышление довольно часто, вот, менять, сложно какие-то новые вещи для себя открывать и так далее. А что происходит? Ну, вот, методы я вам назвал, правда, не очень понятно, как это вам поможет, семейная терапия, это терапия, это, по-моему, все это дело ролей, то есть, кто какую роль хочет занимать в отношениях, да, то есть, какой хочет быть женщина и каким хочет быть мужчина, по большому счету, это именно семейная терапия, именно семейная, это вот об этом, про роль, вот, и нужно понимать, что роль это, по сути, это принятое решение когда-то, это личные проблемы человека, да, и это, собственно, взаимоотношения с другими людьми, людьми, или, ну, и, естественно, у каждого, у каждого из вас есть характер, характер обид, да, то есть, у каждого из вас обижен, у каждого из вас есть негатив друг к другу, вот, и каждому из вас много чего не нравится, да, то есть, вот вы говорите, что у вас есть претензии, там завышенные ожидания и так далее. Вот, завышенные ожидания это... Что такое? Что такое завышенные ожидания? Завышенные ожидания это, в сути, желание. То есть я чего-то хочу, но я сам этого не делаю. То есть я сам не делаю ничего для того, чтобы эти желания исполнились. Но я жду, что кто-то за меня это сделает. Вот. Понимаете, как бы, какая история. И отширь возникает проблема. Ожидания у вас есть? Ожидания у вас есть. Вы хотите, чтобы эти ожидания были реализованы? Конечно, хотите. Потому что желания имеют место быть, они имеют право на существование. Но, что происходит? Происходит, по сути, то, что вы ждете, что эти желания будут удовлетворены кем-то другим. Например, вашей женой. Не вами, а сами. Вот. А свои желания, ну, не удовлетворяются самостоятельно. Понимаете, в чем дело? Либо удовлетворяются их самостоятельно, либо так вот. Вот. Всегда будете испытывать такие вот проблемы. Значит. Ну, не только с женой. На самом деле. Не только женой. А проблемы вообще будут проблемы с людьми. Вот. С любой женщиной, с которой вы будете жить. Вот. Ну и, значит, естественно, вначале, я думаю, что имеет смысл вдвоем поговорить вам с тем психологом, которого вы выберете для работы. А после уже, я думаю, что нужно будет работать с каждым из вас. Вот. Потому что будут какие-то проблемы. Какие-то противоречия, да. То есть вы говорите, что вы жили в полной семье. Ну, росли. Росли в полной семье. Вот. И брак у вас первый. Но при этом не создается ощущение, что вы как-то, вот, знаете, ну, такая гармоничная личность, да, просто. Агрессия – это всегда про некую такую садистскую модель поведения, садистскую, в плане того, что человек не привык к своей эмоции, к своей чувствам как-то вот показывать, реализовывать, выражать. И это заставляет его идти на такой вот конфликт. Да. То есть это заставляет человека подсовернительно провоцировать конфликтную ситуацию для того, чтобы вывести либо себя, либо партнера на эмоции и тем самым самому испытать эти вот эмоции. Это говорит о том, что у вас довольно низкий эмоциональный интеллект. Вот. Прошу мне путать этот интеллект с классическим интеллектом, это немножко разные вещи. Вот. Вот. Ни в коем случае не хочу сказать, что вы там глупые или что-то еще. Нет. Вообще к этому не относитесь. Это абсолютно разные вещи. Вот. Просто вы не отдаете себе отчета в том, что с вами происходит в Конгрессе. Да. Что с вами происходит, вы себе отчет не отдаете. и, соответственно, из-за этого могут быть проблемы, серьезные проблемы, потому что вы не понимаете, что с вами происходит, руководствуете с эмоциями, и эмоции, естественно, это негатив, и негатив вы, естественно, вливаете на свою жену, в которую я охотно верю. Вы, если не любите, ну, по крайней мере, чуть-чуть у вас к ней остались. Вот. Значит, также у вас есть явная такая склонность к абстрагированию, да. То есть, как вы написали текст, это просто вот мое почтение, да. То есть, более холодного, более такого отстраненного текста, ну, надо еще более отстраненный текст поискать, на самом деле, сейчас это настолько вы пытаетесь, вот, как будто, знаете, отдалиться от той проблемы, которая у вас есть, настолько вы пытаетесь, видимо, как-то отстраниться от нее или что-то, я не знаю, вот. То есть, нет ваших чувств. Вот это вот спокойствие, да, ваше спокойствие, которое есть, оно и является, наверное, самым важным, самым врагом. То есть, вы либо совсем безэмоциональны, вообще полностью, либо вы наоборот, да, очень эмоциональны и слабо себя контролируете. Опять же, момент здесь какой, что я не хочу сказать, что вы там, знаете, какой-то плохой. Нет. То есть, я сейчас указываю вам на проблемы, на ваши проблемы в первую очередь, потому что, ну, с женой нужно разбираться, какие у нее проблемы. Вот, я понимаю, что вы хотите описать жену, да, ее проблемы, но это просто не получится. То есть, с женой, ну, не будет работать в любом случае отдельно. Вот. Как бы вам этого, может быть, не хотелось бы. Вот. С женой придется работать отдельно. Это я вам расскажу, поэтому, надеюсь, что в данный момент вы тоже примете по вниманию. Вот. Вот такая вот, значит, картина получается. Ну, и то, что вам сказал мой коллега по поводу того, что нужно принимать полностью партнеров, да, вот. Это как бы залог успеха в гармонизации пары, гармонизации отношений. А, в этом я с упомнением согласен. То есть, если вы не готовы принимать свою супругу, да, вот такой, какая она есть, то, боюсь, что он ничего не получит, потому что у вас все время будет сменее претензий. Ну, если вы хотите ее принять, но, например, у вас нет возможности для этого, то вы действительно понимаете, что принять как бы ее нужно, что вы ее там, ну, не знаю, раньше принимали, да. Вот. А сейчас, как бы, ну, не можете принять. Вот. Если это такая история, то тогда можно разобрать то, что мешает вам принять ее, то, что мешает вам как-то вот ну, грубо говоря, да, безусловно ее принимать. Вот. Можно с этим быстро работать и помочь вам преодолеть эту трудность. Вот. То есть, определенно есть какие-то факторы, могут быть какие-то факторы, которые, ну, не позволяют вам это сделать. Это не потребности некие, возможно, некие привычные типичные модели поведения. Вот. Негативные установки там и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я повторю, что плачьей жене терапией нужно заниматься уже серьезно и, как бы, ну, побыстрее, потому что в этом плане времени у нее остается немного. То есть, вот через 8 лет это возраст тогда уже, в общем-то, ну, не то чтобы все, конечно, но куда меньше можно сделать, да, сейчас, чем можно было сделать, например, когда и было там 20, допустим, или 25 и так далее. Вот. И это тоже нужно понимать очень хорошо. Сам надеюсь, что вы это понимаете. Вот. То есть, как бы, здесь я рекомендую вам поспешить с выбором эксперта, да, то есть вы сейчас будете смотреть как кто, какие методы предложит. Вот. Обычно, когда задают такие вопросы, ну, это, знаете, как я посмотрю и выберу, а что я посмотрю, что я выберу, да, то есть на основании чего я буду смотреть, на основании ничего я буду выбирать. Это, конечно, вообще отдельная история. То есть, я же говорил, что, в принципе, методы это, они все одинаковые. Как бы. Ну, вот. Все знают транзактный анализ, все знают психоанализ, все знают кигнитивную терапию, все знают бесстальтную терапию, да, я все все знаю. Как бы. Вот. Но при этом, при этом далеко не, ну, как бы не все, да, могут помочь, ну, определенному клиенту, конкретному клиенту. Вот. Почему? Почему? А кому-то личность, личность, личность психолога очень важна, личность психолога. Вот. И кому-то личность психолога подходит, кому-то нет. И вот оно, знаете, вот такая совместимость. Вот. Ну и потом бывает так, что, женщине, например, легче работать с мужчиной, а мужчине, женщине или наоборот. Да. Вот. По-разному бывает на самом деле, но это уже такие более тонкие вещи, конечно, о которых я сейчас говорю. Тем не менее, хочу, чтобы вы поняли эту вещь и хочу, чтобы вы поняли, что это не так немного работает, что вы пришли, да, в поликлинику, например, и вам сразу там все сделали, да, Это так не работает. Психология – это неторопливый процесс, достаточно деликатный, вот, который может длиться довольно долго, но опять же, если вы хотите добиться медуча, то нужно. Вот. Еще раз повторюсь, что вы взрослые люди, свою позицию менять вам будет сложно, достаточно. Вот. Но это можно сделать. Главное, чтобы было ваше желание. Если желание будет, то проблем никаких нет. Вот. Ну, почему вы обращаетесь, как бы, как бы, от имени жены, да, то есть вы не говорите, что мы готовы работать, да, как бы вы не сказали, что вы готовы работать. Вы просто говорите, что вот есть проблема такая, такая, такая и, как бы, ну, проблему это нужно решать, да. А, как бы, жена, она хочет работать? Да. То есть вот подумайте, пожалуйста, об этих вещах, это очень важные моменты. Все. Вот пусть ваша жена придет на сайт, тоже. Может быть, от вашего имени, да. Пусть она задаст вопрос какой-нибудь нам на лаппе. Мы ответим. Вот. И там уже, в принципе, будет видно. Тогда. Спасибо. На этом все. Надеюсь. Само к вам. Вы молодцы, что обратились за помощью, в принципе, в принципе. Вот. Но, знаете, как, вот если вы будете это делать не ради друг друга, да, если вы не ради друг друга будете стараться что-то сделать, а каждый ради себя, если каждый из вас ради себя будет это делать, то дело пойдет гораздо быстрее и гораздо, как бы, бодрее, гораздо бодрее это дело. Вот. В этом случае. Но это, опять же, решать вам. На самом деле. Вот. Помните, если вы будете действовать ради, не ради себя, а ради других, ради вот, например, партнера, да. Вот я для тебя это стараюсь, что я вот для тебя это хочу. Ну ничего хорошего из этого не получится. Можете мне поверить. Ничего хорошего не получится. Будут опять ожидания, обиды. Я вот прикинь здесь, что ты не делаешь того, что сказал психолог, ну и так далее. То есть поставьте новая почва для ссор будет. Вот. Если вы этого не хотите, то, соответственно, подумайте, готовы ли вы для себя делать. То есть каждый из вас понимает, что вот в нем такая проблема в нем есть. И готов ли вы на эту проблему решить. А просто сам для себя. А не для жены, не для своей второй половины, и даже не для детей. А для себя. Просто для себя. Вот. Мне кажется, что вам в первую очередь надо с чувствами работать. Уметь их выражать. Учиться их выражать. Учиться их распознавать. Ну вот. Это вот то, что раскрывал. Потому что я так понимаю, что быть такой вот спокойный, 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 да. Отстраненный немного даже. Вот. А потом, как бы, бух, да, происходит бух. И все, и вы взорваны. Вот. Счастье подавляется. И как бы в этом контексте, в этом контексте не играет роль полная семья у вас или нет. Роль играет более тонкие вещи. Называемые, опять же, эго-состояниями. На языке транзактного анализа. С которыми нужно разбирать. И которые нужно отслеживать. Вот. Я бы вам вот, знаете, предложил бы. Вот. Первое такое задание было бы, да. Вот. Последить за собой. Последить за собой. И проанализировать лучше записать. Вот в каких состояниях вы пребываете. То есть вот ваше состояние просто. В течение дня. В течение недели. Какие? Как кто? Только своими словами. Своими терминами. Своими описаниями. Просто при себя. Чисто. Вот это было бы неплохо. Для начала. Какой я? Вот в этот момент. Почему я такой? Хочу ли я быть таким? Кто мне говорит таким быть? Кто меня подталкивает, например, таким быть, если я не хочу сам таким быть? Да? Вот это вот первое задание. Чего вам начать в любом случае? Потому что, ну, любая серьезная работа, она начинается с анализа себя. Вот. На этом все. Надеюсь, помогу вам. Пишите в личку, если остались вопросы. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Удранс.